Когда кажется, что выхода нет, и любой шаг приближает к пропасти, решение есть. Но какую цену придётся заплатить за самый сложный выбор в жизни? Только правдивые истории людей, которые оказались на грани. В тот день мама заставила 15-летнюю Катю посетить кабинет гинеколога. Объявленная цель визита врача Веры Ивановны Антипенко немного удивила. На что жалуетесь? Я пришла к вам за дочерью. Это её нужно осмотреть. Ну так а где же дочь? Она сейчас придёт. Вера Ивановна. Мне неловко об этом говорить, но одним словом, я нашла дома презервативы. Понимаете, я предохраняюсь иначе. И вот я не знаю, кому они принадлежат. То ли моей дочери, то ли моему мужу. Так что вы хотите от меня? Ну я хотела бы, чтобы вы осмотрели мою дочь и сказали, девственница она или нет. Это так не делается. Девочка должна прийти и рассказать вам всё сама. Но это нарушение медицинской этики. Вера Ивановна, у вас есть дети? Ну допустим. У меня сын. Ну тогда вы знаете, что подростки никогда ничего не скажут с вами. Ну хорошо. Спасибо большое. Здравствуйте. Это моя дочь. Одного взгляда на Катю, Вере Ивановне хватило, чтобы узнать ту девушку, которую она недавно видела вместе со своим сыном. Антон? Мам, привет. Привет. Здрасте. Добрый вечер. Антон, я тебя на улице подожду. Антон, а кто эта девочка? Мам, ну какая разница? Подружка моя. А куда ты пошёл? Когда ты будешь? Я попрошу вас подождать за дверью. Посторонним нельзя находиться на время осмотра в кабинете. Значит так, моя дорогая. Твоя мать уверена, что ты девственница. Поэтому я спрашиваю. Девственница ты или нет? И есть ли какой-то смысл в этом осмотре? Нет. Смысла нет. Пожалуйста, не говорите маме. Хорошо. Я не скажу. Если ты пообещаешь оставить моего сына в покое. И не искать с ним больше встреч. Тебе 15, ему 21. Мне продолжать объяснять? Не надо. Вот и правильно. Своём возрасте об учёбе нужно думать, а не… Рыкова, Екатерина. Правильно? Да. Можешь пригласить маму. Вирго – это медицинский термин, означающий девственность. Именно это слово написала 15-летняя пациентка Катя Рыковой, гинеколог Вера Антипенко. Что заставило ее написать неправду. Вера узнала подружку своего 21-летнего сына. Врач не раз сталкивалась с историями, когда родители девушек в подобных случаях доводили дело до суда. Действия ее сына закон квалифицируют как совращение несовершеннолетней, поэтому мать решила спасать ситуацию даже ценой собственной врачебной репутации. Антон Антипенко, как обычно, проводил время за компьютерной игрой и не подозревал, что через несколько минут ему предстоит серьезный разговор с мамой. Антон, я дома. Привет! Это что за свинарник? Ты что, за весь день не мог убрать? Эй, я к тебе обращаюсь. Мам, ну сейчас. Нам нужно серьезно поговорить. Мам, ну сейчас доиграю и поговорим. Мы поговорим прямо сейчас. Это девочка, которую я видела возле нашей квартиры. Ее Катя зовут? Ну? Какие у вас отношения? А почему ты все время лезешь в мою жизнь? Ты с ней спишь? Да какая тебе разница? Да большая разница. Ко мне в кабинет сегодня ее мама приводила. Мне пришлось написать неправду, чтобы выградить тебя. Ты понимаешь, чем мне это грозит? А от меня ты что хочешь? Не встречайся с ней больше. Ты меня понял? Антон! Антон! Разговор закончился так же, как и все предыдущие. Антон просто встал и ушел. Вера Ивановна не знала, как повлиять на сына. Но надеялась, что он прислушается к ее словам. Ха! Держи! Наконец-то! Надежды оказались тщетными. Антон ничего не рассказал Кате и не прекратил проводить с ней время. Ну-ка. Я знала. Да-да, молодец. Все. Теперь ты. Моя история. Давай-давай. Я верю. Да. Полешно попасть. Раз-два! Хвост! Оп! А-а-а! Стоп! Давай, мазила! Все, все, хорошо. В чемпионат был. Давай, ребят. Так. Серьезный разговор должен был состояться не только в семье Антипенко. Наталья, мама Катя, собиралась с духом, чтобы задать ее отчему Виктору крайне неприятный вопрос. Виктор, нам нужно поговорить. Хорошо, давай поговорим. Смотри. Это карточка Кати. Читай. Наташа. Да? Я тебе уже сто раз говорю, что я понятия не имею, откуда эти презервативы взялись в доме. И нет у меня никого. Конечно. Мы поговорим. Ножки. Откуда в доме презервативы? Я не знаю, откуда презервативы в доме. Конечно. Да. Ни твои, ни мои, ни Катины. Чьи они? Без понятия, чьи. Конечно. Непонятно, откуда. Послушай, я устала от этого бесконечного вранья. Это я понимаю. Наверное, я уже далеко не девочка. Есть девушки помоложе, покрасивее. Вить. Ты можешь успокоиться? Нет, я не могу успокоиться. Понимаешь, я не могу успокоиться. Что мне не так? Скажи мне, что? Все в тебе так. Ты старше меня всего лишь на пять лет. На пять лет? Да. Скажи, пожалуйста, сколько ей? Двадцать? Двадцать пять? Да нисколько ей, понимаешь? Нисколько. Нет у меня любовницы, понимаешь? Нету. Я не могу так больше. Ну, я не могу так, понимаешь? Больше так невозможно. Вить, послушай. Нам, наверное, нужно пожить отдельно. Поживи, пожалуйста, пока у своей мамы. Ну, раз ты веришь своей дочери больше, чем мне, тогда поживу у мамы. Вещи только соберу. Собирая вещи, Виктор пытался понять, откуда в доме взялись эти злополучные презервативы и находил произошедшему только одно объяснение. Подозрение в неверности. Для многих пар, ревность и недоверие к партнеру – это неотъемлемая часть отношений. Часто причина – неуверенность в себе. Дескать, я недостаточно хороша, красива, умна, поэтому мне могут изменить. Если ревнивец, и неважно, мужчина это или женщина, ищет доказательства измены, будьте уверены, они найдутся, даже если самой измены и в помине не было. Кате нравится, что отчему приходится оправдываться. Она даже не подозревает, что скоро придется оправдываться ей. Домашний адрес. Зачем вам? Это обязательная информация. Приречная – 3. Квартира? 41. Адрес школы? Нагорная – 33. Ты понимаешь, что это может обернуться неисправимой ошибкой? Понимаю. Понимаешь, насколько это серьезно и опасно? Да. Ты должна обо всем рассказать матери. Я не имею права скрывать это от твоих близких. Иначе мне придется ей позвонить. Не нужно. Я сама все расскажу. Сделайте мне аборт. Ты пойми, что аборт – это не только биологическая травма. А и серьезная психологическая. Последствия могут быть разными. От бесплодия до... Я записываю тебя на 10-е число. А ты, пожалуйста, пока подумай обо всем. Слушай, ну я не понимаю, ну почему ты за собой не следила? Ну у девушек же есть эти особенные периоды, и ты должна была об этом знать. Овуляция, или как это называется? Я... Я за этим не следила. А кто, Катя, должен был за этим следить? Мне что ли нужно было твои циклы проверять? Или таблетками тебя вместо завтрака кормить? Пожалуйста, перестань. Лучше давай подумаем, что мы будем делать. Мне страшно, Антон. Я не знаю, что мне маме говорить. Меня тошнит постоянно, и со школой проблемы. Я отстаю... Слушай, ну не надо мне сейчас про школу ее заливать. Хорошо, я не буду. Антон, что нам делать? Да я не знаю. Я не готов становиться отцом. Мне институт нужно заканчивать. Да? Институт нужно тебе? А знаешь что, Антон? А мне тоже нужно закончить институт. Но сначала мне нужно в него поступить хотя бы. У меня тоже были планы на жизнь, Антон. И не только ты тут с твоими разрушенными мечтами. Но мы говорим о твоем ребенке. О нашем ребенке, Антон. Я сейчас просто... Я просто не могу сделать вид, что ничего не происходит. А я вообще не уверен, мой ли это ребенок. Это твой ребенок, Антон. Так, я найду денег, чтобы ты могла все устроить. Ты записалась на... Ты сделаешь аборт? Я записалась. Не переживай. Так будет лучше для всех. Послушай, мне бежать надо. Держи меня в курсе, что так как. Катя не рассчитывала, что реакция Антона на неожиданную беременность будет именно такой. В глубине души она надеялась, что парень поддержит ее. Не даст совершить поступок, на который ей так не хотелось идти. Но Антон, похоже, просто испугался ответственности. Держи меня в курсе. За советом и помощью Антон отправился к своему другу Роману и, похоже, постарался переложить часть проблем на его плечи. Да успокойся ты, ну, чего ты мечешься? Легко сказать. Это же не тебе девушка сказала, что залетела. Дети цветы жизни. Хорош стебать. Я вообще не уверен, что этот ребенок мой. Ну, поговори с Катей. Слушай, а может ты с ним поговоришь? Чего это? Это вообще не мое дело и ты сам должен все выяснить. Значит, как бабки за тебя отдавать, чтобы тебе башку твою не оторвали, так Антон выручай. А как поговорить, сам разруливай. Ладно, спасибо, Ромка. Хороший ты друг. Да успокойся, ну. Хорошо, я поговорю с ней. Вера, можно к тебе? Заходи. У меня тут возник один нюанс. Я хотела сначала с тобой переговорить, а потом же, если нужно, к главврачу идти. Слушаю тебя внимательно. Вера, тут такая странная штука. Ко мне пациентка пришла. Ты ей полтора месяца назад девственность поставила. А у нее срок беременности 14-16 недель. Это как? Как фамилия пациентки? Рыкова. Катерина Рыкова, 15 лет. Вера, что с тобой? Тебе плохо? Нет, нет. Просто устала. В последнее время столько всего навалилось. А девочка одна пришла или с мамой? Одна. Она еще у тебя? Нет, ушла уже. А что? Я просто знакома с ее родителями и хотела бы переговорить с ней лично. Оксана, я могу тебя попросить? Не заноси, пожалуйста, эти данные в карточку. Я разберусь. Хорошо. Коллега Вера Антипенко поддалась уговорам и не стала никому сообщать о беременности Кате. Но скрывать такое долго все равно нельзя. Очень скоро мама девочки все узнает, придет и устроит скандал. Вера Антипенко отчаянно пытается придумать, что ей делать. Ее обман может скрыться в любой момент. Антон! Антон! Антон, ты совсем оборзел? Я перезвонил. Мам, ну что опять? Допрыгался ты, дружок. Твоя Катя беременна. Я так понимаю, что отец ты. Мам, да этот ребенок не от меня. Лишь тебя просила, как человек. А ты? Да я с ней уже неделю не общаюсь. Какую неделю? У нее срок 16 в неделю. Ты понимаешь, что ей 15 лет, она подросток. Ты в тюрьму захотел? Мам, да у меня с ней ничего не было. Мам, не лезь. Я сам со всем разберусь. Да ты уже разобрался. Ты вообще в этом доме ничего не решаешь. Решаю я. Ты хоть понимаешь, что с тобой будет, если ее родители напишут на тебя заявление? Антон! Слушай, я сказал, я со всем разберусь. Да ты, Антон! Во многих странах предусмотрена уголовная ответственность за вступление в интимные отношения с несовершеннолетними. Но на практике крайне редко наказывают молодого мужчину за связь с девушкой-подростком. Особенно, как ни странно, если подобные отношения привели к беременности. Признание себя отцом ребенка и согласие вступить в брак фактически ведет к договору между сторонами. И дело до суда просто не доходит. Вера это понимала. Но полная безответственность сына могла сделать его случай исключением. Это подталкивало Веру к тому, чтобы как-то повлиять на Катю. В медкарте она нашла информацию о том, в какой школе учится девушка. Девочки, внимание! Я оставила в классе только девочек потому, что сегодня гинеколог Вера Антипенко прочитает вам лекцию о половом созревании. Прошу. Благодарю. Сегодня я здесь для того, чтобы рассказать вам вот о чем. Ко мне в кабинет все чаще приходят девочки вашего возраста. Они еще не знают, что такое половая жизнь, но уже живут ею. Наших девочек интересует только учеба, институт и карьера. Это прекрасно. Потому что ранняя половая жизнь может сломать все ваши мечты и планы. Ну вот вы, к примеру. Кем бы вы хотели стать? Я хочу стать известной певицей. Правильно. А вот забеременеете и будете памперсы менять. А вы, девушка, кем вы хотите? Вера читала лекцию, задавала вопросы, выслушивала ответы, но при этом не сводила глаз с Катей. Девочке под этим взглядом было неудобно. Она понимала, весь этот спектакль устроен только ради нее одной. А вы, девушка, кем бы вы хотели стать? Ну что же, вы смелее. Простите. Катя, а попроситься выйти? Ничего страшного. Извините. Катя, нам нужно поговорить. Не думаю, что нам есть о чем говорить. Я бы не была так уверена. Я все знаю. Я знаю, что ты в положении, что ты записалась на аборт. Ну, если вы все знаете, тогда зачем пришли? Катя, я знаю, через что ты сейчас проходишь. Но ты должна знать, что все пройдет быстро и безболезненно. Тебе не нужно бояться. Я все сделаю сама. Теперь главное, чтобы никто ничего не узнал. Ты же никому ничего не говорила. за Антона боитесь, да? Так вот, не бойтесь. Я никому ничего не говорила. А теперь уходите. Я-то уйду. А вот твоя проблема останется с тобой. Подумай об этом. А кто эта девочка, которая сегодня сбежала с лекции? Катя Рыкова. Кстати, очень сложная девочка. Увлекается биологией. Вы знаете, очень хорошо училась, но в последнее время я что-то стала пропускать занятия, и успеваемость понизилась. Может, любовь? Может. Ухаживает за ней один парнишка. Одноклассник? Нет. Он не из нашей школы, а старший. Да вроде и не школьник уже вовсе. Рослый такой. Все за Катей в школу приходит. Вот и вчера приходила. Это хорошо, что вы так заботитесь об ученицах. Возраст у них сложный. Да, это точно. Современные подростки очень сложные. Несколько дней Катя провела у бабушки. Оказывается, за это время отчим успел помириться с мамой. Ты скучилась? Я душу. Привет, мам. Ты почему не в школе? А нас пораньше отпустили сегодня. Помешала, да? Да нет, ты как раз вовремя. Вот мы обедать будем. Присоединяйся. А я не голодна. Ты поела в школе? Да, мам, поела. Мам, слушай. Давай мы завтра немного раньше в музей пойдем, чтобы там успеть все посмотреть. Черт, Катя, я совсем забыла про твой музей. Подожди, какой музей? Мы же на дачу собирались завтра поехать. Мама, мы идем завтра в музей. Скажи ему, что ты не едешь на дачу. Катя, давай-ка не командуй. Мы в музей можем сходить в другой раз. Нет, мам, мы не можем сходить в другой раз, потому что другого раза может и не быть. Катя! Ну, вот что с ней делать, а? Она совсем от рук отбилась. Да не переживай ты так. Перебеситься. Ты думаешь? Так, все будет нормально. В этот момент Катя ненавидела весь мир. Себя за то, что забеременела. Антона за то, что делал вид, что его это не касается. Маму за то, что занята отчимом и не обращают внимания на ее проблемы. Но больше всех отчима. Подростки гораздо реже взрослых просят о помощи напрямую. Катя ведь важен не поход с мамой в музей, а то время, которое они вместе проведут. От этого общения и зависит, скажет ли девушка правду. Она ждет, что мама поможет и поддержит. Наталья этого не чувствует. Всем своим видом она показывает дочери. Сейчас для меня на первом месте не ты, а мой муж и наши с ним отношения. поссорившись с мамой, Антон переехал на квартиру к другу. Ты чудо. Спасибо. Одевайся быстрее. Одевайся. Сейчас, сейчас. Слушай, я не ожидал, что ты так скоро вернешься. Да я виделся с Катей, не удалось с ней поговорить, попросила завтра приехать. Послушай, я здесь не один. Я вижу, здравствуйте. Здравствуйте. Антон, мой дом, непроходной двор. И нужно предупреждать, если будешь не один. Ну ладно, прости, договорились. В тот же день мама, войдя в комнату Катя, обнаружила там несвойственной дочери беспорядок. Обычно Катя аккуратно складывала свои вещи. Мама решила прибраться. В процессе уборки ее внимание привлекла куча скомканных вещей. Под вещами лежала справка, выданная Верой Антипенко. Рядом со справкой исписанная почерком дочери тетрадка, дневник. Наталья даже не знала, что Катя его ведет. То, что мама прочла в дневнике своей пятнадцатилетней дочери ее просто шокировала. Оказывается, Виктор совратил девочку. Наталья сообщила в правоохранительные органы о растлении ее дочери. Следователь первым делом отправился в больницу, чтобы поговорить с Верой Антипенко. Да вы не волнуйтесь так. Сейчас придет. Да я и не волнуюсь. Огонь. Вера, с вами хотят поговорить. Проходите, присаживайтесь. А какому вопрос? Леонид Шепчук, следователь. Вера Антипенко. Очень приятно. Что-то случилось? Узнаете? Это вы писали? Да, я. Сейчас Катя находится на шестнадцатой неделе беременности. Почему же вы написали в ее справке, что у нее никогда не было интимной близости? Ну? Вера, Вера, так нашу больницу подставляете. Я от вас этого не ожидал. Я ничего об этом не знала. Вера Ивановна, вы понимаете, что своими действиями вы покрывали преступника? Кого? Девочка очень долго боялась нам все рассказать. И она силовала отчим. Так, Вера Ивановна, на время следствия я отстраняю вас от работы. Вам это ясно? Да, конечно. Извините, у меня дела. Скажите, а как выяснилась вся правда об отчиме Кате? К нам попало видеодоказательство, где Катя в разорванной одежде... Зачем? Убери телефон. Выключи телефон. Я говорю, выключи телефон. Ты что, сумасшедшая? Совсем, что ли? Катя! Боже, помогите! Кто-нибудь, пожалуйста! Дай сюда телефон. Пожалуйста! Убери свои руки! Я покажу, ты понял? Телефон! Я не трогаю! Делай, ты понял, девочка! Все, тихо, тихо! Я маме все расскажу, руки мне... Эй, эй! Я видел, он подержал! Дай сюда! Все, 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 все! Я не трогаю! Я даже пальцами трогал! У меня машина, подожди, пожалуйста! Анатолий! Анатолий! Какого ты слушал? Я на видео все есть, придурок! Ты! Кроме того, у нас есть парень-свидетель, который фактически спас Катю. Я надеюсь, его посадят? Акт насилия не просто доказать. Ну и, кроме разорванной юбки и видео, у нас и нет фактических доказательств. Но мы работаем, мы ищем следы биоматериала. Подождите, вы же сказали, что у вас есть видеозапись и свидетель. Ну, парню могло показаться, но на самом деле не факт, что все-таки было. Ну, вы разберитесь. Мы разберемся. Но хотелось бы понять ваше участие во всей этой истории. Я до сих пор до конца не понимаю ваших мотивов. Если на тот момент я сделала такую запись в медкарте, значит, так оно и было. Правильнее было бы объяснить, почему вы сделали твой запись. Но я все равно докопаюсь до истины. До свидания. Всего доброго. Вот это жизнь. Две недели назад думал, хуже некуда. Катька от меня забеременела, мамка деньги не давала, из дому ушел. А сейчас все как по маслу. Отчима ее прикрыли. Подожди, а ребенок у Кати от тебя? Ну, получается, что да. Но кого это волнует? Отчима прикрыли? От меня все подозрения отвели? Фух, аж легче стало. Не факт, что его посадят. Доказательств мало, первое. Только с моих слов и видео в телефоне. Слушай, да я везучий, все путем. Какое ж ты говно, Антон. Более отсюда. Ты че, хорошенького себе строишь? Пошел вон! Ну давай, не скучай тут. Когда Антон ушел, Роман вспомнил свою встречу с Катей. Да, да, Антон. Да, я уже приехал к ней. Да, хорошо, я возьму кофе и мы с ней пересечемся. Все, 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 парень вспомнил, что в его припаркованной машине остался видеорегистратор. Он не глушил двигатель, когда отлучался в магазин, а значит, на регистраторе вполне могла оказаться запись всего, что происходило в этот день между Катей и ее отчимом. Убери руки! Видео с регистратора действительно оказалось важной уликой, и Роман тут же позвонил следователю. Алло, Леонид? Здравствуйте, я по делу о Кате Рыковой. Мне нужно с вами срочно встретиться. Да, да, это срочно. Хорошо. Хорошо. Мама и Катя рассматривали старый альбом с фотографиями. На них мама улыбалась. А сейчас? Катя просто не могла смотреть в печальные глаза матери и понимать, что именно она причина этой печали. Душа дочери зрела желание во всем сознаться. Было очень хорошо. Очень-очень. Катюша, я тебя очень люблю. Помни об этом всегда. Прости. 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 Я тебя тоже очень сильно люблю. Ты меня прости, пожалуйста. просто. Господи, за что мне тебя прощать? Я... как ты могла, Катя? Мамочка, просто... Он плохой человек, понимаешь? Виктор, плохой человек. Я тебя защитить хотела. Мамочка, прости. Пожалуйста. Мамочка. гнев, гнев быстро сменился чувством вины перед дочерью. Ведь Катя поступила так только потому, что не ощущала себя нужной и любимой. В эту минуту Наталья пообещала себе, что дочь и ее будущий ребенок станут самыми важными людьми в ее жизни. Доброе утро, сынотик. Вставай, Соня. Смотри, какой прекрасный день. Мам, ну дай поспать. Вставай, вставай, Соня. Вставай. Поедем покупать тебе автомобиль. Мам, мне что, это снится? Да, похоже, что у меня вырос, а я как-то и не заметила. Ты прости меня, сынок, что я не сразу тебе поверила. В общем, Катя, она от отчима своего забеременела. Ну, ты не волнуйся, этим уже полиция занимается. Меня, правда, отстранили от работы, но говорят, что это временно. Так что, давай, вставай. Ну, вот видишь, вечно я у тебя самый плохой. Ну, какой плохой? Ну, что ты? Ты у меня самый хороший. Так что, Туха, собирайся, поедем. сейчас, смотрите. Вот она идет, нарвет юбку, и вот она садится. Ну, с этим все ясно. А видео откуда у тебя? А я веду свой видеоблог о дорогах, о нарушениях, постоянно записываю все на видеорегистратах. А в тот день забыл выключить его, когда выходил из машины. Ну, социально активная молодежь. Ну, может, с такими, как ты, и страна лучше станет. Ладно, поеду завтра к Рыковым, поговорю с Катей, может, удастся уговорить, чтобы это звало заявление на отчима. Может, как-то решим все без грязи и судебных разбирательств. Катя вообще хорошая девочка. Просто она запуталась. Ладно, разберемся. Спасибо. На записи видеорегистратора видно, что Катя сама разорвала на себе юбку. То, что показалось Роману домогательством, на самом деле было попыткой отчима остановить Катю. А у Веры с Антоном продолжалась семейная идиллия. Во всяком случае, Вера очень хотела думать, что ее сын наконец-то взялся за ум. Сын, я тут подумала, а что, если магистратура закончить где-нибудь за границей? Ну, хотя бы года два. Не знаю, Великобритания, Германия. Что бы ты хотел? Ты об этом думал вообще? Да, честно говоря, я не думал. Хорошо, но с английским у тебя как? Так, а что с английским? Very well. Тебе только шуточки. Я же знаю, что тебе нужно подтянуть английский. Давай, может, я посмотрю какие-нибудь курсы или, не знаю, преподавателя тебе частного возьмем. Ма, давай я сам в интернете найду, запишусь и буду ходить. Не переживай. Ну, когда ты запишешься? Это нужно делать сразу, понимаешь? Времени не осталось совсем. Окей. Скоро, скоро. Все, я тебя услышал. вкусненько тебе. Ма, это же просто овощи. Это не просто овощи, Антон. Это и витамины, и белок, которые тебе очень нужны. Давай, кушай. Слушай, мам, мы тут с друзьями в Турцию собираемся на недельку. Ты денег не подкинешь? А учиться ты когда будешь? Ну, вот как прилечу, так сразу и пойду на занятия. Договорились? Ну, договорились. Так, а что, отель ты присмотрел какой-то? Бюджетно, там всего лишь пять звезд. Ты кого-то ждешь? Нет. Я пойду, открою, доедай. Кто там? Почта. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам заказное письмо? Это было очень странно, ведь Вера не ждала никаких писем. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Тест на отцовство. И в нем черным по белому написано, что Антон отец Катиного ребенка. Читай. Значит так, никакой Турции, никаких денег. Теперь ты взрослый. Ты отец. И ты должен зарабатывать на свои памперсы сам. поздравляю. Ребенок не успел еще родиться, а на него уже фрак с бабочкой. Это что-то? Ай, юбка-пачка, Катя. А, они маленькие балерины, и дети. Слушай, скажи. А, я не знаю, делать носочки, готовить, сенточку, вот. А змеишками, змеишками, да? Ну что? Что ж, вот. Звездочки. Звездочки. Хорошо. Звездочки, так звездочки. Да. Да, ты тоже. Звездочки, ты же. А злочки, злочки. Звездочки. Скоро. Антона не стали привлекать к уголовной ответственности. Катя и мама решили не писать на него заявление в полицию. Вера Антипенко уволилась из поликлиники по собственному желанию. Дело о записи в медкарте замяли. И она устроилась на новую работу в частной клинике. Правда, что делать с головной болью в виде никутевого сына, она до сих пор не знает. Отчима Кати, Виктора, выпустили из СИЗО. Но с матерью Кати он больше не сошелся. Наталья, дочь и родившаяся внучка живут вместе. Все свободное время молодая бабушка посвящает ребенку.